Сегодня мы поговорим о сахарном диабете второго типа, с комментариями врача-эндокринолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство, наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете увидеть весь контент, который выходит и который по тем или иным причинам не может быть опубликован на канале. Ну тогда начнем. Не могу не обсудить с вами тему сахарного диабета второго типа, ведь в основе этого заболевания лежит инсулинорезистентность. По сути сахарный диабет второго типа, это срыв адаптационных возможностей организма, это уже хроническое заболевание, которое характеризуется не просто повышением уровня глюкозы, но и множественными системными нарушениями. Прежде всего, негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, нервную систему, работу мозга, работу иммунной и эндокринной систем. Современные стандарты позволяют нам поставить диагноз сахарного диабета второго типа, если как минимум двукратное определение сахара в крови натощак 7 моль на литр и выше, либо через 2 часа после проведения теста с нагрузкой глюкозой 11,1 моль на литр и выше, однократное случайное определение уровня сахара в крови 11,1 моль на литр и выше, уровень гликированного гемоглобина выше 6,5%. Также есть такие понятия, как нарушенная толерантность к глюкозе, глюкоза натощак ниже 7, но через 2 часа после теста с нагрузкой 7,8 – 11,1 моль на литр. Нарушенная гликемия натощак, глюкоза натощак 6,1 до 7 моль на литр, через 2 часа после теста с нагрузкой менее 7,8 моль на литр. Оба состояния называются предиабет. СИ рекомендуют докторам активно подключаться именно на стадиях предиабета или уже развившегося сахарного диабета. А если цифры не достигли критических значений, просто наблюдать и рекомендовать меньше есть и больше двигаться. И это большая ошибка и заблуждение. Инсулинорезистентность стартует задолго до появления вышеуказанных цифр. Человек уверенно и верно идет к сахарному диабету на протяжении 10-15 лет. И важно начать активно вмешиваться именно на этапе инсулинорезистентности, чтобы не допустить развития сахарного диабета второго типа. Вспомним, какие показатели углеводного обмена считаются оптимальными. Инсулин натощак не выше 5 микроединицы на миллилитр. Глюкоза натощак от 3,9 до 5 моль на литр. Гликированный гемоглобин не выше 5%. Повышение этих показателей в сочетании с ожирением, отягощенный наследственностью по диабету, дефицитом витамина D, дефицитом половых гормонов, синдромом поликистозных яичников, эндометриоза повод обратиться к эндокринологу. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту вовремя и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!